Всем привет, с вами Диз, Look at my boots. Посмотрите на мои ботинки. Я приветствую всех в 16 серии моего индустриального приключения на Баке Резонент Райс. Серия должна получиться короткой, потому что прошлые серии были длинными, как-то знаете, нехорошо. Наглеть вообще не круто. Я про вас вообще, да, вы поняли? Сегодня мы будем заниматься тинкерсконстрактом. Да, я решил всё-таки им заниматься, только потому что, во-первых, мне понадобится лук в скором времени, ну не факт, что я его сделаю. Во-вторых, там есть хороший лопат, который позволяет копать 3х3 области, это очень удобно, так что я смогу много песка себе зарабатывать, который, кстати, кончается. В-третьих, там есть зачарование, и если я хочу сделать меч, а я хочу сделать меч, бродсворд, то я сделаю его из нормального металла и зачарую его с помощью рутстоуна, лазурита, да, лазурит у меня тоже есть, и прочего. Так, сейчас нужно разобраться с количеством моего песка. Сэнд, я просто его сейчас не добывал, вот у меня 12 песка есть, я добывал глину сейчас. Так что я вот смотрю, у меня всего 12, а нам потребуется, нам потребуется песка, я уже забыл, 57 штук, да, 57 штук, то есть пока ещё добываю. Пауза небольшая, в начале серии нормально, ничего страшного. Песок быстро кончился потому и только потому, что я сделал много стекла в прошлый раз, вы помните, и потому, что в этой штучке, видите, 22 слага я специально оставил, 22 слага в Индакшн Смелтере, я переплавлял много-много руды. Теперь смотрите, у меня сколько слитков, да, я уже пропалил 266 золотых слитков, нет, 266 железных слитков и 264 медных. Также добыто уже ещё много руды, которую я ещё не преобразовывал, но ничего страшного. Кавер у нас потихоньку продвигается, вот сейчас я вам продемонстрирую. Да, я настроил свои ботинки и, кстати, да, вот в начале серии говорил, посмотрите на мои ботинки, видите, они другого цвета, их можно настраивать, это прикольно. Прямо их цвет можно настраивать и круто. Свойства тоже настроил, можно столики все менять, как я и говорил в конце прошлой серии, то есть вот он продлился на 4-3 блока и хорошо. Так, то есть плохо то, что ещё, да, ещё будем делать в этой серии Energy Infuser. Или давайте сразу с него начнём. Это такая штучка, которая как раз позволит нам заряжать нашу броню из Modular Power Suits. Я сделаю железный нагрудник, то есть, ну, Power Armor нагрудник и шлем в после следующей серии, не сегодня, так что ждите. Скоро у нас будет полный сет и эта броня хороша, на самом деле, хороша прям. Так, Energy Infuser, вот он, нет, это конденсер, это не то. Energy Infuser, он из Thermal Expansion и позволит нам заряжать наши... О, Лифтрибоу. Ммм, посмотрим. Посмотрит нам заряжать нашу броню. Где же ты? Где же ты? Энергетик, по-моему. Энергетик. Да, Energy Infuser, он крафтится из Transmission Coil и, главное, из Let's Stone Energy Teal Frame, так что нам нужно сейчас будет сосредоточиться и быстренько сделать эту вещь. Так, вот так вот. У нас есть только Copper, ясно. Эти Transmission Coil. Да, вот видите, в крафтном терминале неудобно делать то, что чего у тебя нет. Здесь вот это сделать можно. Вот так вот рецепт выставил и все без проблем. Так что делаем эту вещь. Редстоун есть, нам нужно золото. Так что это я к тому, что вы мне предлагали делать в этом сразу в крафтном терминале. А вот я говорю нет. На самом деле немного удобнее здесь. Так, серебро есть. О, теперь Redstone Energy Teal. Ту-ту-ту-ту. Где стекло мы заменяем этим стеклом. А, есть, стекло все портит. Оставилось Redstone Block сделать. Redstone Block. Так. И, блин, я путаюсь чуть-чуть. Извиняйте, извиняйте. И достать LED. Да, LED у меня тоже есть. Я его преобразовывал. Его у меня дофига. Это, конечно, хорошо. Теперь возвращаемся к Redstone Energy Teal. Блок сюда. Вот этот столик, конечно, тем и плох, что рецепты показывает неверно. Видите, это все взаимозаменяемо. А он говорит нет. Нифига не взаимозаменяемо. Ты врешь. Machine Frame. Можно, знаете, сделать прямо в этом столике. Думаю, ничего страшного. Вот этот рецепт. На который что? Что ты врешь вообще? Либо копер, либо железо, так? Блин, тебя фиг поймешь, чувак. А, время много трачу на эту фигню. Не стоило бы так тратить много времени. Железо по бокам, стекло. Нет, тут копер вообще. Боже мой. Что происходит? Что происходит? Так, и буду туду золото. Почему ты его не поставил? Ты должен был поставить золото. Я оставил половину. Так, все, Machine Frame. Добавляем сюда. И энергетик инфьюзер. Теперь его быстренько подключаем к нашей сети. Он будет располагаться сверху. Сразу получает разностранный флакс. И вот таким вот образом я буду заряжать свои штаны, которые у нас довольно быстро тратятся. Да, он уже получает энергию. Потихоньку. Всю энергию. И вскоре зарядится. Я настроил его так, что энергии он больше хранит. Видите, 15 тысяч. Раньше было 10. И, впрочем, все. Я думаю, буду располагать всю эту брехню Stingers Construct, а точнее, плавильню на нижнем этаже. Сейчас мне нужно достать гравий. Ммм, мне его дофига, кстати говоря. В количестве 53 штуки. Так. Я буду делать специальную вещь, которую мы будем переплавлять и получать серитбрикс. Специальные кирпичи, из которых выстроится плавильня. Я начну как раз с плавильни, потому что это довольно удобно. Так получится удобнее. Ммм, так, почему у меня столько глины? Да, мне не нужно столько глины. Понравится чуть меньше стака. А именно 53 как раз таки. Так что мы это все убираем. И остается взять песок. Песок у меня тоже есть, как видите. Ммм, осталось только 53 штуки его тоже взять. Вообще, все это остальное как раз можно выкинуть, даже и булыжник. С шифтом. Все. Теперь крафтим из этого всего, даже на этом верстаке, граут. Вот, как видите. И теперь при его переплавке, мясо, мы будем получать серитбрикс. Осталось только немножко подождать, как мы сделаем эти серитбрикс. А пока можем посмотреть, как у нас заряжается граня. Так. Почему? Странная у него иконка, как видите. Очень странная. То есть не иконка, а текстура. Мне она не очень нравится, она не внушает доверия. Вроде ты заряжаешь, а вроде нет. Энергии, кстати, довольно много тратится в этих штанишках, когда я бегаю или прыгаю. А, все-таки заряжается. Как-то довольно медленно. Не думал, что так медленно будет, потому что тратится она, знаете, серьезно, я бы сказал. Так. Ждем. Что же. Или я могу сразу показать вам рецепт из этих серитбрикс, потому что нам потребуется, помимо обычных вот этих вот блоков, вот этих вот блоков, их нам потребуется 19. Помимо этого нам потребуется и серит танк, и смелтери дрейн, и смелтери контроллер, и кастинг бейсин, кстати, его я вроде не учел, и кастинг тейбл, и серит фаусет, этот экраник, ну и серит глаз. Вот так. Хм, плохо. Итак, все готово. Серитбрикс изготовлено. Теперь смотрите, у меня их уже 14 тюрьмей. Теперь делаем из них обыкновенные, самые ни в чем не бывалые, непримечательные, серит. Брикс. Ага. И их нам нужно 19 штучек. Раз, два, три, четыре, пять. Нам дали книжку, шесть, семь, восемь, девять, десять, не знаю, ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но... 19. Теперь давайте же сделаем другие-другие штучки. Так, собачка. Покажи мне собачку. Констракт. Будем смотреть моды только Stingis Construct, то есть не моды, а предметы. Для начала сделаем Tool Forge. Блин, почему ты так криво отображаешь? Нам нужны... А, ну да, нам нужен еще Stainfield Table и бла-бла-бла. Так что давайте возьмем еще наши заготовочки. У нас их довольно много должно быть. Давайте сделаем то, что и должны были сделать в самом начале игры. Так, кстати, давайте мне деревянные фигнюшки. Я же их много делал. Эй, может быть они здесь? Нет. Кстати, да, я хотел вам тоже показать, что вот пока я смотрел за карьером, много времени на самом деле прошло, около трех дней, пока я не играл, или играл, но заходил и ничего в принципе не делал. Вау, еще что-то есть. Какой-то цвет измененный. Вот. Я смотрел, там много таких маленьких слаймиков, чуть-чуть было, около десяти штучек. Их всех я убил. И вот, как видите, половина из них дропнули вот эти вот джели, то есть джелай, не знаю, в общем их слизь, из которой можно делать обыкновенную слизь из Майнкрафта. То есть пять липких поршней у нас плюс есть. Это, конечно, хорошо. А вот то, что я ищу, что-то я не могу найти. Видите? Неужели придется снова делать? Я не хочу, я же слепой. А, вот они. Блэнк паттерн. Теперь нам нужно взять дерево. А, еще, кстати, в Тинкерсконстракте есть удобная штучка, с помощью которой можно быстро срубать деревья. Ламбрекс называется. И он тоже довольно сильно поможет. И что же? Что же мы видим? У меня снова нету дерева. Отлично. И это значит, что я ставлю очередную паузу и возвращаюсь на это же место через несколько минут, но для вас через сейчас. Итак, мои повары Armour Bus почти перезарядились. Я уже зарядил свои штанишки. Вот они, видите, перемещаются в правый слот. И теперь я полный в броне, полностью заряженный, и могу свободно перемещаться. Очень круто. Очень хорошо. Смотрите, что теперь я вам покажу. Берем дерево, берем эту штучку, получаем Stencil Table. Они потребуются нам в количестве 2 штучки, потому что мы делать из них будем вот эту вещь. Casting Table. Нет. Casting Table, кстати, нам тоже, наверное, понадобится. Tool Forge. В общем, не помню, где она находится, но неважно. Также нам потребуется сделать вот такую вот вещь. Это Part Builder. Мы будем делать на ней части. Даже не знаю, потребуется ли нам или нет. Скорее всего, да. Для первоначальной заготовки из алюминия, браса, что ли. Не помню. Так, теперь нам потребуется сделать верстак и сделать себе Tool Station. На нем мы будем делать тоже первоначальные заготовки. Кстати, не знаю, понадобится ли нам или нет. И вообще, 2 штучки или этого я сделал? По-моему, нам 2 штучки этого надо. Короче, делаем и 2 штучки этого в том числе. Скорее всего, я прав во второй раз. Вот, нам нужно 2 вот этих. И теперь нам нужно сделать сундучок и тоже приложить к нему наш Blank Pattern. Тогда мы получим сундучок для наших заготовок. Теперь перемещаемся вниз и будем размещать все здесь. Так, смотри, контроллер у нас тоже будет делать. То есть, в общем, все конструкции здесь будет. Кстати, места у нас будет не хватать. Если уж так, на то пошло. Хм, надо будет потом подумать, как и что, где разместить здесь. Так что, пока я это все убираю. Территорию 3х3 сначала нужно очистить. Поставить внутрь Sirid Bricks. Уже 9 штучек потратилось. Потом вокруг него поставить Sirid Bricks. Но впереди пока можно не ставить, потому что наш-то другие завод. Ну, одну поставим уж. Впереди у нас тут будет смелтри-контроллер и танк. Sirid Tank называется. Tool Station, в общем, ставим. Потом Stencil Table. Нет, Part Builder вроде бы. Кстати, дерево прикольное. Видите, ножки из того дерева, которое мы делали. Да, паттерн чест к нему присоединен. Все нормально. На Tool Station будем делать сами предметы, сами тулы. На Part Builder будем делать сами парты. Part, то есть, блин. Как? Как? Что? Почему? Когда? На Stencil Table, получается, будем делать, да, новые заготовки. Я думаю, это можно внутри оставить, да? Если что. Вот, в общем, будем смотреть наверх и делать себе новые заготовки. Все, что нам потребуется для создания крутой модировки. Так, из Tool Station, как я и говорил, да, можно делать Tool Forge, причем и из золота, и из железа. Нужно 3 Sirid Bricks. В общем, сейчас нам потребуется, нужно прочитать, сколько Sirid Bricks. А вообще, кстати, по-моему, из всего нужно делать Sirid Bricks, так что неважно, в принципе. Так, так что берем Sirid Bricks. Sirid Bricks, я сказал. Нет? Блин, ты тупой. Ты тупой. Нужно зажимать Shift. Так, я взял себе 7 штучек. 7. Что-то маловато. Вы не считаете? Как-то мало. Нет, нам не хватит столько. Sirid Tank и то один стоит 8. Вот он, смотри, контроллер стоит 8. Что за, я опять прочитался, что ли? Эй. В общем, делаю то, что нужно, не хочу тратить много времени. Итак, плюс 24 Sirid Bricks. Много уже, смотрите, у нас опыта. Мы делаем для начала не Tool Forge, мы делаем, ну вот смотри, контроллер. Мы делаем вот эту вещь. Кастинг Бейзин. Она нам потребуется для того, чтобы наливать куда-то. Я же правильно понимаю, да? Нет? Как? Что? Почему? Эм. Вот это вещь делаем для начала. Кастинг Тейбл. Тоже нам потребуется. А, у нас Bricks остались. Боже мой, я запутался, я не понимаю. Так. Нам нужны слитки, у нас остались. А, ну да, мы сделали всех, я дурак же. Блин, короче, неважно, у нас все под контролем. Все нормально, все в порядке. Да-да, да-да-да. Так, теперь нам еще нужен танк. Да. Сеританк делается из стекла. Покажите мне ваше стекло. Я вставлю его сюда, прямо внутрь, целиком. И будет хорошо. Так. И все, пойдем размещать уже, наконец-то. Там потребуется лава, если что. Для того, чтобы все это у нас хорошо работало. Да даже не хорошо, а вообще просто работало. Танк. Контроллер. Он уже пылает лавой, говорит, что все работает. Вроде как. Смелтери открывает, значит все нормально, мы построили. Теперь кастинг тейбл мы должны поставить ниже. Я помню. Так. Ду-ду-ду-ду. Кастинг тейбл ниже. А все выливаться откуда интересно будет? Прямо отсюда, наверное. Так что вот здесь поставим. Вот так вот. Так. И нам потребуется сделать себе еще из алюминиевого браса какие-то предметы. Так, еще краник потребуется. Так что смотрим на наш краник. Краник вот это. Он. Краник, краник. И лава. Дайте мне лава. Удобно, как видите, постоянно подниматься по ступенькам. Вот так вот просто 8 ветер лава у нас есть. Благодаря этому моду хорошему. Кстати, здесь у нас 51 уровень. Половины я смотрел. Но если мы захотим зачаровать. Прямо зачаровальнее. То на 2 зачарования хватит. Потому что 51 уровень это не то. О чем вы подумали. Опт это больше. Так, краник. Ставим сюда. По идее все должно работать. Теперь. Партрейбл танк. И ты должна давать. Верно? Ведь я принимаю тебя. Да. Ты красавчик. Лава есть. Теперь нам нужно сделать брас. Так, лаву ты, конечно, не собираешься выливать. Так. Я так понимаю, мы не все сделали. Вообще, хорошо бы просто открывать книжку иногда. Вот такую вот вещь. Которая гласит, что нам потребуется еще сделать дрейн. Верно ведь? Дрейн, из которого будет выливаться. Да ведь? Да. Нужно еще дрейн. И мы его ищем. Вот он, смелтри дрейн. Всего лишь из шести слитков. Слабаки! У меня слитков-то дофига. Понимаете это? Так что я смогу сделать все, что захочу. Можете не волноваться. Ну, вообще, не здесь еще. Вот так вот просто кладу. И смелтри дрейн готов. Откуда у меня, кстати, вторая рубиновая кирка? Я что-то сейчас не заметил. Вроде же не было. Странно. В общем, ломаем мы эту вещь. Ты говоришь, что не работает. Ты не должен работать, в принципе. Ну, сейчас. Посмотрим. Вроде он обновляется, кстати, не сразу. Так, тебя не снять ключом. Танк сюда. Снова тебя ломать. И ставить сюда. Отлично. Унылая серия сегодня. Довольно унылая, согласитесь. Но ничего страшного. Сейчас мы будем изготавливать алюминиум брас. Вот. Именно он нам потребуется для того, чтобы создавать 3 алюминиума, а 1 копер. У нас столько слитки или все-таки руда есть? Сейчас проверим. Все-таки руда есть. Должна быть. И благодаря этому мы будем получать довольно много металла. Так, 3 алюминиума. Значит, сейчас возьмем 24 алюминиума. Или давайте начнем с 6. И 18 алюминиума. И что? У нас нет алюминиума. Ты не можешь находить его? В смысле, слишком высоко для тебя, что ли? Я помню, что у нас здесь он должен был быть. Но, похоже, немного, да? Алюминиум. Вроде бы я неправильно называю, да? Или что? Скажите мне, что у меня все есть. Я не хочу опять... Что-то там, блин. Эй. Алюминиум. Я же ошибся, верно? А. Веду. И что? О, с ним. Боксит. Эх. Киновайр. У меня же был алюминиум. Вы что? Как со мной поступать? Ор. Скажите, что у меня есть алюминиум. Нет. Нет. Не может этого быть. У меня все было. Как так-то? Блин. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ал. Фак. Ю. Точно, что ли, нет? А-а-а! Что такое? Почему нефть горит? Боже мой. Боже мой. Я тут, знаете, ходил по шахте, значит. Хотел найти эту алмаз... Алмаз по алюминиевую руду. Уже только хотел сказать. И тут вдруг я там... Во. Лол. Как она горит, так странно, знаете. Это так не по-майнкрафтовски. Чтобы жидкость горела. И она действительно горит. Хм. И, в общем, я вот добыл почти 200 акрубинов. Там дребедень всякие, шарды. А алюминием так и не нашел. А сдафи роусор у меня еще, знаете, сколько? Вот еще 5 руд. Так что, довольно неплохо. Сейчас я пошел в шахту. Блин, только если алюминием я не нашел сегодня, значит. Найду за кадром. Либо, не знаю, в следующий раз. Раз уж не получилось. Факелы, кстати, кончились. Сейчас я добываю сердус кварц. Ор. Ну, вот так вот, значит. Если не получается сегодня. Один селтпетер, только соль. Из рейлкрафта или чего-то мне попадалось. Похоже на алюминием. Ну, и то это не она ведь. Ну, в общем, на такой вот немного грустной ноте я наделал сегодня тенгерсконстракт сделать. А получается, в случае, как с оплатой на G-Stick сетью. Ну, ничего страшного. Прорвемся. Так, Glowstone, только фигню надо выкинуть. Ну, что ж. А на этом, я думаю, с вами прощаюсь в такой голубой воде. С вами был Дис, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, вступайте в группу, читайте твиттер. Так. Ты остался недобытым. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok